МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире Точка Ньюс и все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали! Точка Ньюс Мы знаем, как многие артисты провели весенний вечер 24 марта. И сейчас расскажем вам. В преддверии премии «Жара» Мьюзик Эвордс телеканал «Жара» совместно с журналом «Космополитен» собрали звезд на гала-ужине. Ой, цвет настроения у меня весна! Несмотря на то, что вот, видите, смотрите, ну вот красота, жара! Ну классно, коллеги! На среднем прекрасная атмосфера тоже. Я, честно говоря, давно не была на таких вот светских мероприятиях именно с коллегами. Потому что какое-то время скрывало. Поэтому я очень рада снова ворваться в эту тусовку, встретить всех знакомых, почувствовать этот прекрасный вайб. Жденная теплая атмосфера, очень классно. Слушай, круто, помпезно, необычно. Мне кажется, мы сегодня как часы приехали первые, очень пунктуальные. Поэтому у нас всегда хорошее настроение, поэтому мы в предвкушении. Я поняла, что это будет отличная вечеринка. Все будет красиво. И все будет так, как должно быть на жаре. Жарко. Вечер прошел в теплой музыкальной атмосфере. Бэнд исполнял кавер-версии треков артистов, которые присутствовали на мероприятии. Сами же звезды тоже порадовали присутствующих своим вокалом. Большим и приятным сюрпризом для гостей мероприятия стал момент, когда микрофон в руки взяла Лариса Долина. А уж о силе и красоте ее голоса знают все. На гала-ужине звезды также отдавали свои голоса за артиста в двух номинациях. Артист года и за вклад в искусство. Я буду голосовать за себя. Зиверт или Джонни, Зиверт или Джонни. Ну, Зиверт не изменила сейчас барских. Поэтому буду голосовать за Джонни. А можно говорить или нет об этом? Не будет это, не раскрываем ли мы тайну? Почему? Это же за кого вы проголосовали? Джонни. Джонни, артист года. Ну и мой друг Филипп Киркоров. Ну, для меня, наверное, по тому, что человек сделал, несмотря на весь хейт и негатив, это, наверное, Моргенштерн все-таки. Если быть откровенной, да, то это Моргенштерн, потому что он гремел из всех, наверное, абсолютно колонок. Все о нем говорят. То есть он личность, которую знает просто каждый человек. Моргенштерн, потому что он много сделал за прошлый год. Я бы проголосовала за Джонни, потому что для меня, мне кажется, все его песни – это хиты. Я с удовольствием всегда не просто пою, а ору его песни в машине. Нет, ну я не буду за себя голосовать. Я, например, проголосую. Ну, надо говорить. Если... Я за Макса Фадеева, например, проголосую. Артист года. Крит, Моргенштерн, Макс Барских, Зивер, Джонни, Лобода. Давайте так. Везде, где есть Макс Барских, какая бы это ни была номинация, я за Макса Барских. За вклад в искусство. Максим Фадеев. Ну, а совсем недавно стало известно, что в июне состоится жара-фест Москов в Лужниках. И пройдет, ой, как масштабно. 250 артистов, 5 дней, огромная застройка, 3 сцены, стоячий портер, сидячие места, гигантский вип, вся инфраструктура. Занимаемся подготовкой. Хоть лето еще далеко, но в этот день почти все были в купальниках. Мы говорим о настоящем аква-фест в Лужниках, при поддержке Крокус Фитнес, где многие могли научиться плавать под песни любимых исполнителей. Анатолий Цой, Виктория Дайнека, Артем Кит, Люся Чеботина и многие другие выступили на одной сцене. Кстати говоря, сами артисты тоже помнят день, когда впервые освоили плавание. Да, я помню, что в детстве, года 3-4, мама, в общем, ну, как обычно, маленький ребенок, заставляла нас ходить. Я в год 3-4 плавал в бассейне. От лягушатника уже научился вправить и кролем, и красом, ну и так далее. Да, я помню, как я научился плавать. У меня папа в прошлом военный, и жили мы в частном доме в Казахстане, и недалеко от дома была река, называлась она Каратал. Вот однажды папа закинул меня в эту речку, а это горная река, там течение постоянное. И он такой меня закинул, говорит, ну, как бы жить хочешь, плыви. И помню, как я долго просил отца, чтобы он меня научил плавать, и вот в итоге он меня просто взял, поднял, и как бы закинул воду, и говорил, плыви. Я играл в футбол, я вообще до музыки, играл в футбол профессиональный. И вот у нас были сборы, знаете, да, на море есть пирс? Да. Вот, и всей командой мы пошли на пирс, а я не умел плавать. Я тоже не умел, я боялся, воды мне было 13 лет. В один момент я стоял немножко ближе к берегу, и все прыгали, орали там, кричали. В один момент такая тишина, а я смотрел на берег. Поворачив голову, и понимаю, что вся команда здесь, но тренера нет. Поворачив голову, он мне с ноги. И я пока летел в воду, прямо как сейчас помню, у меня была мысль, типа, там на берегу красивые девушки. Если я сейчас выплыву и буду орать, помогите, это будет стыдно. Я выплыл, и доплыл до лестницы, прямо на пирсе. Я понял, что, кажется, я умею плавать. Аквафестиваль можно назвать настоящей мини-проверкой готовности к пляжному сезону. И мы выяснили, кто на каком этапе подготовки. Я не готова вообще максимально к лету. В принципе, мне кажется, это видно по моей фигуре. Ну, как я сегодня вышла, я говорю, о, все в купальничках, хлево, хорошо, что я в джинсах. А если бы пришлось выступать в купальнике, мне кажется, взгорело бы от стыда, потому что я еще максимально не готова. Готовлюсь к летнему сезону каждый раз, каждый год одинаково. Это как только наступает плюс-минус теплая погода, я сразу снимаю себе всю одежду и хожу, призываю, призываю уже солнце к себе побыстрее. Точка. Ньюс. Школьный альбом можно пересматривать годами, а альбом, о котором пойдет речь в следующем сюжете, можно переслушивать. Катя Адушкина презентовала свой новый музыкальный альбом под названием «Школьный». Поддержать и поздравить Катю с этим большим событием пришли близкие друзья и, так сказать, коллеги по ТикТоку. Среди гостей были замечены Даня Милохин, Хабиб, Егор Шип, Марьяна Ро, Ваша Маруся, Аня Покров и многие-многие другие. А что, что, ждать Пушечки? Потому что на самом деле этот альбом мы готовили, да, наверное, я могу смело сказать, год, потому что мой предыдущий альбом вышел ровно этим же месяцем, ровно год назад. Вот, и мы прям хотели все быстрее выпустить, никак не получилось. И пару месяцев мы готовились именно к презентации, то есть танцы, репетиции, вокал туда-сюда. Поэтому сегодня, конечно, будет Пушка все наилучшим образом. Концепция музыкального альбома «Школьный» заключается в том, что в каждом треке Катя предстает в новых школьных образах от дерзкой хулиганки до примерной отличницы. Мы же выяснили, какой образ в школе был на самом деле у исполнительницы и ее звездных гостей. Да, настоящая Катя Ялышкина, мне кажется, это просто закрытый интроверт, который просто ни с кем не общается, вот и все, вот и вся правда. Я была в школе такая же, как сейчас, в принципе, была активная, я вела все мероприятия, я что-то там постоянно придумывала, все вот эти вот движники, короче, были за мной. Очень тихой. Тот парень, который на последней парте сидит и хулиганит, это я. Я была очень, наверное, мне кажется, самая послушная в классе, прям, я учила все уроки до 10-го класса, до 9-го, а потом скатилась. Я тоже не была какой-то супер какой-то хулиганкой или что-то такое, мне кажется, я была просто обычной, не знаю, у меня было много друзей из всех классов, это я помню. Нет, а я до 7-го класса вообще ходила с двумя косичками, прилежно училась, я, в принципе, закончила тоже на все пятерки, но в 7-м классе у меня был сбой, я начала общаться с мальчиками, там встречаться с кем-то. Точка. Ньюс. Говорить нельзя молчать. Где поставить запятую, если тема разговора – секс? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы отправились на бранч, приуроченный к выходу сериала «Хэппи-энд», где поднимаются многие откровенные темы. В рамках бранча состоялся паблик-ток, где обсудили многие волнующие вопросы. Среди участников разговора и актера сериала. Профессия актера, в принципе, требует постоянного раскрепощения в кадре. Нужно реалистично проживать любовь, страсть и другие эмоции героя. Помогает ли это становиться раскрепощеннее и в жизни? Совместить работу и личную жизнь совершенно невозможна, потому что периодически именно существование на площадке, существование персонажа открывает в тебе какие-то новые грани, которые тебе совершенно неизвестны. Более того, они тебе не нравятся. И в обычной личной жизни их испортить совершенно не стоит, если ты хочешь сохранить отношения. Не знаю, у меня с годами все хуже и хуже с этим. Вот, поэтому профессия никак в этом не помогает. Моя профессия быть живой. Наверное, каждый должен артист для себя ответить на вопрос, что же такое твоя профессия. Я же не прикидываюсь, я пытаюсь разобраться в вопросе и пытаюсь каждый раз оправдать путь своей героини. Сексологи уверяют, что очень важно научиться называть части тела своими именами, исследовать свою природу и не стесняться разговаривать на интимные темы. Вот что думают о таких разговорах люди творческих профессий. Про секс говорят тогда, когда либо происходит какое-то охлаждение взаимное, либо наступают какие-то проблемы в отношениях, и тогда, конечно, надо говорить. И более того, я считаю, что нужно говорить с людьми профессиональными. Это психологи, сексологи. Мне кажется, что немножечко в этом плане раскрепощаться, это никакая не вульгарность, это просто честность с собой, это более полная, это большая полнота жизни. Секс – это ведь продолжение близости, скажем так, и некое кульминационное доверие между людьми, которое возникает. Если мы говорим о сексе, в принципе, не о проходящем элементе, а о неком каком-то духовном варианте, потому что благодаря сексу продолжение рода. – Важно, наверное, потому, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы не те, у кого, возможно, есть какие-то проблемы, раздумья, какие-то вопросы, чтобы они не чувствовали себя изгоями, чтобы они не чувствовали себя какими-то особенными, что у них эти вопросы возникают. И если они увидят и поймут, что это нормально, значит, они смогут задать этот вопрос специалисту, терапевту, сексологу, не знаю, подружке, в конце концов. – Говорить важно, но как начать этот разговор, когда тема для многих щепетильная? – Прямо, сразу. – Что сказать? – Сказать, меня не устраивает вот это, мне кажется, вот это и вот это. – Как минимум деликатно, помятуя о том, что человек рядом, это человек, и у него свой бэкап, и даже если вы во всем сходитесь и в чем-то очень близки, это не означает, что в этой теме у вас одинаковый бэкап, одинаковое образование, одинаковая база. – Не знаю, если вы близки, вы можете об этом говорить, это не должно быть чем-то стыдным. Просто если вы не можете этого сказать, наверное, это сигнал того, что в ваших отношениях присутствует некоторая дистантность, и вы на самом деле не до конца открыты друг перед другом. – Говорить нельзя молчать. Ну что ж, сами решайте, где поставить свою запятую. Точка. Ньюс. Татуировки популярных артистов часто заставляют поклонников гадать, что значит тот или иной рисунок на теле кумира. Джастин Бибер, можно сказать, поклонник татуировок. Ранее артист признавался, что считает свое тело холстом, которое украшает его тату. А в одном из недавних интервью заявил, что все его татуировки имеют глубокий смысл. С помощью рисунков на теле Бибер отмечает главные этапы в своей жизни, как музыкальные, так и личные. Вот, например, на шее у Джастина набита роза с шипами. Она всегда напоминает музыканту, что, несмотря на все несовершенства, его красота всех освещает. А вот надпись, набитая на его торсе, это название четвертого альбома артиста Purpose. Голова льва символизирует храбрость и силу, которые помогают Биберу достигать своих целей. Медведь олицетворяет отдых. Каким бы выносливым ни был медведь, он всегда впадает в спячку, рассказал Джастин. Но это только малая часть произведений на теле Бибера. В 2018 году музыкант рассказывал что общее время работы над рисунками на его теле занимают более ста часов. Прошло три года, а Джастин не остановился в своем увлечении. Так что вполне возможно, что сейчас работа на тату Бибера в общей сложности приближается и к 200 часам. Напрыгнуть на своего кумира с объятиями мечтает чуть ли не каждый фанат. Но стоит ли это делать? Совсем недавно Дуалипа поделилась со своими подписчиками фотографиями, которые были сделаны в Мексике. Туда девушка ездила по работе. Для местных жителей, которые любят творчество исполнительницы, несложно было вычислить, где именно она находится. Поэтому после очередного рабочего дня, когда певица выходила из здания, на улице ее уже ожидала толпа поклонников. Одна из фанаток не удержалась и выпрыгнула на Дуалипу, чтобы ее обнять. Но охранники исполнительницы сразу же отстранили девушку от певицы. После чего Дуалипа села в машину и уехала. Такое поведение фанатки не только напугало исполнительницу, но и огорчило остальных поклонников, которые так ждали встречи со своим кумиром. И поэтому они начали активно обсуждать эту ситуацию в социальных сетях. По их мнению, именно из-за таких нелепых поступков звезды боятся своих фанатов. Точка Ньюс Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Хотите еще? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. А с вами был я, Константин Тарасюк, и помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее. Точка Ньюс